здравствуйте дорогие любители вязания после того как мы с вами связали вот такую красивую косу кому интересно ссылка на мастер-класс будет под видео и это был узор из книги волшебный клубок номер 319 к нам в комментариях на ю тубе наши подписчица она коронина прислала просьбу сделать мастер-класс по узору номер 320 вот эта косичка я связала этот узор посмотрите какая шикарная коса получается и с вами мы сейчас ее тоже будем вязать вот немножко я скажу про схему схему я оставлю эту же схеме показаны только лицевые ряды в изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку если вы будете вязать по кругу этот узор то в четных рядах петли тоже будут вязаться по рисунку и что я хочу сказать я не согласна с условными обозначениями вот первое условное обозначение здесь 6 петель перекрестить влево перекрещивается 5 петель потом вы поймете по рисунку и пустая клеточка это обозначает нет петли этого явно условных обозначениях не нашла в больших условных обозначениях к этой книге все в остальном я разобралась и давайте будем с вами тоже разбираться раппорт узора составляет 24 петли в ширину и 38 рядов высоту мы набираем на спицы 26 петель вместе с кромочными первую кромочную снимаю последнюю кромочную провязываем изнаночные вяжем первый лицевой ряд 6 изнаночных 12 лицевых советую вязать не туго потому что мы будем перекрещивать петли чтобы нам у нас коса не стянулась так 4 и 6 изнаночных до конца ряда во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку я уже об этом говорила по рисунку это значит мы петли вяжем так как они перед нами лежат лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные вяжем изнаночными такие ряды я в видео пропускаю вы вяжете их самостоятельно 3 лицевой ряд 6 изнаночных берем дополнительную спицу и перекрещиваем 6 петель в правую сторону оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой вяжем не туго провязываем 3 лицевых и петли с дополнительной спице мы тоже вяжем лицевыми затем 6 петель перекрещиваем левую сторону 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой провязываем 3 лицевые петли оставленные перед работой мы тоже вяжем лицевыми и 6 изнаночных до конца ряда четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку мы провязали 4 ряда смотрим внимательно на схему 5 лицевой ряд 6 изнаночные 7 лицевой и 8 изнаночные ряды мы вяжем петель по рисунку давайте самостоятельно провяжем эти 4 ряда мы провязали 4 ряда самостоятельно всего провязали 8 рядов вот так должно получиться на этом этапе 9 лицевой ряд 6 изнаночных перекрещиваем петли в правую сторону 3 петли оставляем на дополнительной спице за работой провязываем 3 лицевые и следующие 3 петли провязываем так 2 петли разворачиваем провязываем изнаночными то есть мы провязали их изнаночными скрещенными из двух петель вырезали одну изнаночную и следующую петлю провязываем лицевой петлей мы из трех петель вырезали 2 мы уменьшили количество петель далее 6 петель перекрещиваем левую сторону 3 оставляем перед работой на дополнительной спице вяжем одну изнаночную одну лицевую и одну изнаночную и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми мы начали вывязывать ромб внутри которого у нас будет узор крупный рис или крупный жемчужный узор или мог как угодно у него много названий и у нас будет 6 изнаночных до конца ряда и в десятом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку вяжем 11 ряд 5 изнаночных затем нам 4 петли нужно перекрестить в правую сторону можно первую петлю оставить на дополнительной спице за работой но вот уже четыре петли я перекрещиваю без дополнительной спицы первую петлю оставляем за работой вяжем 3 лицевых и петлю оставленную за работой вяжем изнаночной затем центре ромба вяжем узор крупный жемчужный узор 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и 1 лицевая и 4 петли перекрещиваем в левую сторону оставляем 3 петли на дополнительные спицы перед работой либо так меняем петли местами провязываем одну изнаночную петли оставлены перед работой вяжем лицевыми и у нас будет 5 изнаночных до конца ряда я сразу вам не сказала вот чтобы вы обратили внимание на схему в центре у нас пустая клеточка это значит нет петли мы ведь убавили здесь одну петлю когда перекрещивали петли и у нас схеме образовалась пустая клеточка мы на нее внимание обращаем а сразу пропускаем ее и вяжем дальше в двенадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 13 лицевой ряд 4 изнаночных 4 петельки перекрещиваем вправо первую петлю оставляем за работой можно на дополнительные спицы провязываем 3 лицевых и петлю оставленную за работой вяжем изнаночной далее у нас будет лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и все это и следующие 4 петельки перекрещиваем влево 3 оставляем перед работой вяжем 1 изнаночную и для оставленные перед работой вяжем лицевыми и 4 изнаночных будет у нас до конца ряда 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 15 лицевой ряд продолжаем расширять стенки ромба 3 изнаночных 4 петли перекрещиваем вправо оставляем одну петлю за работой провязываем 3 лицевые петлю оставлен за работой вяжем изнаночной далее чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая петля до следующей стенки ромба теперь 4 петли перекрещиваем влево 3 оставляем перед работой провязываем одну изнаночную и петли оставленные перед работой вяжем лицевыми 3 изнаночных будет до конца ряда 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 17 лицевой ряд 2 изнаночных 4 петли перекрещиваем вправо 1 петля остается за работой вяжем 3 лицевых петлю за работой вяжем изнаночной далее чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и еще одна лицевая следующие 4 петли перекрещиваем влево 3 петли перед работой оставляем провязываем одну изнаночную петли перед работой вяжем лицевыми конца ряда 2 изнаночных 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 19 лицевой ряд 2 изнаночных 4 лицевых чередуем петли жемчужного узора лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и все-то следующие 4 петли вяжем лицевыми и 2 изнаночные в конце ряда в двадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку мы провязали 20 рядов половину раппорта высоту ромб у нас расширялся посмотрите как красиво получается да и теперь мы будем ром сужать двадцать первый лицевой ряд 2 изнаночных теперь 4 петли мы будем перекрещивать с этой стороны влево 3 оставляем перед работой провязываем одну изнаночную петли оставленные перед работой вяжем лицевыми затем чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая петля теперь 4 петли перекрещиваем вправо первую петлю оставляем за работой провязываем 3 лицевые петлю оставленную за работой вяжем изнаночной и 2 изнаночных конце ряда в двадцать втором изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 23 лицевой ряд 3 изнаночных 4 петельки влево перекрещиваем 3 оставляем перед работой провязываем изнаночную петлю петли оставленные перед работой вяжем лицевыми далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и изнаночная лицевая и и все да затем 4 петли перекрещиваем ли в правую сторону одну оставляем за работой вяжем 3 лицевые петлю оставлены за работой вяжем изнаночной и 3 изнаночных у нас будет до конца ряда двадцать четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 25 лицевой ряд 4 изнаночных вы поняли принцип вязания уже здесь у нас уже легче дело идет чем начали 4 петли перекрещиваем левую сторону оставляем 3 петли перед работой вяжем одну изнаночную петли перед работой вяжем лицевыми затем чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лиц и лицевая дошли до 4 лицевых петель перекрещиваем их правую сторону оставляем первую петлю за работой провязываем 3 лицевых петлю оставлены за работой вяжем изнаночной и у нас будет еще четыре изнаночных в конце ряда и в двадцать шестом изнаночном ряду петли по рисунку 27 лицевой ряд 5 изнаночных затем 4 петли влево перекрещиваем 3 перед работой оставляем вяжем изнаночную петли перед работой вяжем лицевыми далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая петля дошли до 4 лицевых перекрещиваем их вправо первую петлю оставляем за работой вяжем 3 лицевые петлю оставлены за работой вяжем изнаночные и 5 изнаночных нас конце ряда двадцать восьмом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 29 лицевой ряд 6 изнаночных теперь мы будем перекрещивать петли и мы в девятом ряду одну петлю убирали теперь мы будем одну петлю прибавлять оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой провязываем 2 лицевые и одну лицевую скрещенную мы вывязываем из протяжки вот так поднимаем петельку протяжку между петлями и вывязываем лицевую скрещенную добавили одну петлю и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми теперь навстречу им будем перекрещивать 6 петель вправо оставляем 3 петли за работой на дополнительные спицы провязываем 3 лицевые и петли с дополнительной спицы мы провязываем тоже лицевыми и 6 изнаночных у нас будет до конца ряда 30 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку провязали 30 рядов завершили ромб смотрите какой он шикарный получился теперь смотрим на схему тридцать первый лицевой тридцать второй изнаночный тридцать третий лицевой тридцать четвертый изнаночный эти ряды мы провязываем по рисунку вяжем эти четыре ряда самостоятельно провязали самостоятельно еще четыре ряда и вяжем тридцать пятый лицевой ряд 6 изнаночных затем берем дополнительную спицу оставляем 3 петли за работой провязываем 3 лицевые петли оставленные за работой тоже вяжем лицевыми следующие 6 петель перекрещиваем вправо оставляем 3 петли перед работой провязываем 3 лицевые петли оставленные перед работой мы тоже вяжем лицевыми и 6 изнаночных у нас будет до конца ряда тридцать шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку провязали тридцать шесть рядов смотрим на схему тридцать седьмой тридцать восьмой ряды провязываем петли по рисунку это у нас последние ряды раппорта высоту давайте самостоятельно их провяжем чередуем 6 изнаночных 12 лицевых 6 изнаночных лицевом ряду все закончили вязать посмотрите какой красивый получается узор один раппорт в ширину один раппорт высоту провязали как шикарно этот узор смотрится когда провязана уже несколько рапортов в данном случае у меня два рапорта высоту провязана по краям я сделала несколько петель узором рис чтобы края не так не заворачивались но очень красивая коса давайте скажем спасибо они коронины за идею мастер-класса и ставьте лайки если вам понравился этот узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом а я желаю вам здоровья и мира добра и позитива удачи и ровных легких петелек пока пока